Итак, основная теорема арифметики. Давайте оттачивать наш логический аппарат и сформулируем ее на этот раз построже, чем все, что мы делали до этого. Итак, пусть n – это какое-то совершенно произвольное целое число, отличное от чисел минус 1, 0 и 1. Ну, в общем-то, понятно, по каким причинам, потому что делимость, ну, с числом 0, что изучать его делимость? 0 на все делится, да, на любое число. С другой стороны, числа 1 и минус 1, наоборот, они играют такую роль, что на них делятся любые числа. Поэтому в каком-то смысле эти три числа тривиальны с точки зрения вопросов делимости, а вот остальные числа уже нетривиальны. Так мы рассмотрим какое-нибудь нетривиальное число с точки зрения делимости. Если n равно произведению нескольких простых чисел, вот тут вот видите как подряд идут, первое простое число, второе простое число и так далее, и какое-то там n маленькое простое число, то, с другой стороны, это же число n оказывается произведением каких-то, ну, какого-то набора еще, да, простых чисел, то есть взяли и умножили вот эти простые числа друг на друга. Получилось то же самое, что если умножить эти простые числа друг на друга, то, во-первых, n равно k, то есть здесь и здесь одинаковое количество сомножителей, а во-вторых, существует перестановка, давайте еще один значок введем, существование. Существует, существует перестановка набора P1 и так далее Pn такая, что после нее, после ее осуществления каждое простое из этого набора равно соответствующему простому из того Pn и равно плюс-минус qi равно, но с точностью до знака, потому что, ну, смотрите, я же могу сюда минус 1 вставить, например, и сюда минус 1 вставить, ничего не изменится, минус 1 умножить на минус 1 дает 1. Поэтому не получится требовать точного равенства. А вот равенства с точностью до плюс-минус мы сможем потребовать. Иными словами, иными словами, иными словами количество сомножителей совпадают, и для любого i Pит равен плюс-минус какому-то кужитому. Вот. Значит, равен плюс-минус какому-то кужитому. Ну и, соответственно, для каждого i этот кужитый новый. То есть, скажем, P1 равно плюс-минус q3. P2 равно плюс-минус q к этому. P3 равно плюс-минус q1. P4 равно плюс-минус, может быть, снова ку-третьему. Нет, это запрещено. Снова к какому-то новому. Ну и так далее. И так как n равно k, мы утверждаем, что n равно k, то последнее, соответственно, равно плюс-минус последнему еще невзятому. Ну да. Два набора простых дают в произведении одно и то же число только тогда и только тогда, когда они состоят из одинакового количества этих простых чисел, и эти простые числа друг к другу попарно равны или противоположны. Будем доказывать. Это, собственно, теорема, на которой, как на ките, стоит оставшаяся часть математики. Так что сейчас мы будем ее строго формально доказывать. Приготовьтесь. Это непросто. Это некоторое интеллектуальное усилие. Продолжение следует...